Днём вторника в Центральном районе на внутриквартальной дороге между 12-й школой и жилым домом автомобилистка сбила 8-летнего ребёнка. Хабаровчанка, управлявшая Приусом, была в машине с супругом и поднималась в направлении улицы Ленина. Школьник на пути семейной пары появился совершенно неожиданно. Выскочил из-за припаркованных у забора автомобилей. Стояли две машины, где стоит гонечная машина сейчас. И он выскочил. Он, видимо, из щелей забора вылез. Он такой щупленький, поэтому он там выскочил. И выскочил между них прямо. Поднимались как раз. Ну, вот счастье, что капот покатый. И поэтому он сверху на него наскочил. Младшеклассника после уроков встречал дед. Внук отдал ему свой портфель и спросил разрешения немного поиграть с приятелями на пришкольной территории. Минут через 10 мальчик понял, что пора возвращаться и побежал обратно. Расстраивать деда опозданием ему не хотелось. И он двинулся кратчайшим путем. Не заметил машину. И вот меня машина так сбила, что вот где-то вот так вот как-то носом ударился и двумя ногами как-то. И упал. Между прутьями, да? Ну да. Часто так лазите? Ну да. Когда, например, короткой дороги нету, просто вот так вот долго идти и все. А я хотела найти путь покороче. Так все перелазят. Мои одноклассники тоже. Серьезных травм мальчик не получил. Ушиб лицо и колено. Шансов предвидеть появление ребенка на дороге у водителя практически не было. Женщина знала, что выход со школьного двора расположен чуть выше. То, что ученик буквально просочится сквозь неприступную с виду решетку, никому и в голову прийти не могло. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Манина и Андрей Алферов.